Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики, подписчицы и случайные зрители! В этом видео я хотел бы вам показать и рассказать про сифон компании Tetra GS30. Данный сифон я приобрел совсем недавно, что-то мне в нем понравилось, а что-то очень сильно разочаровало. Давайте сейчас вскроем эту коробочку, посмотрим на него и я подробнее расскажу про его плюсы, на мой взгляд, и про его минусы. Вот так, мои дорогие друзья, он выглядит в разобранном виде, когда мы достаем его из коробки. Основная часть, там где клапан идет, сама трубка и сеточка, шланг. И держатели для шланга. Так как у меня GS30, он рассчитан на 20-60 литров воды, поэтому держатели для шланга, я считаю, здесь вообще не актуальны. Потому что пока мы будем сифонить, как раз будет подмена воды 15-20% на такой объем аквариума. А вот эта вот вещь, конечно, нужна больше для аквариумов от 100 литров. Когда мы грунт просифонили, нам нужно еще слить воду. И она сливается, как раз, чтобы его не держать в руках, крепится на вот эти вот штучки. Давайте-ка его соберем. Собирается он очень просто. Вот и все. Наш сифон готов уже к работе. Что хочется сказать про сам пластик. Данный пластик, на мой взгляд, очень хрупкий. То есть он не такой, который, знаете, гнется, а который сразу дает трещину. Соответственно, он полностью такой. Мы будем водить этой частью по грунту. Может, где-то что-нибудь зацепим. И я так подозреваю то, что хватает его ненадолго. Так что, ну, вот здесь вот пойдут трещины. Это однозначно в ближайшее время. Помимо этого, хочу сказать еще о плюсах. Плюс то, что клапан достаточно хорошо работает. Достаточно несколько движений. И вода уже начинает идти по трубке. Потом мне нравится вот эта вот вещь. Потому что она постоянно крутится, регулируется. Нету заломов. Знаете, когда начинаем сифонить, и трубка вот так вот заламывается. Здесь такого нет за счет того, что эта часть очень подвижная. Она крутится во все стороны. Во все стороны крутится. И достаточно удобная ручка с такими вот выступами. Ее очень удобно держать в руках. И теперь, пожалуй, еще скажу об одном минусе, который меня больше всего раздражает в этом сифоне. И просто мешает работе. Я говорю про вот эту вот часть сифона. Обратите внимание на то, что она не полностью круглая, а идет с углом. До этого сифонами, которыми я пользовался, были всегда круглые. И никаких проблем не возникало. С углом проблемы возникают. Конечно, я так понимаю, что разработчики данного сифона хотели сделать так, чтобы было удобно им сифонить в углу аквариума. В каждом углу, да? Но данный угол не позволяет нормально прочистить грунт. Потому что грунт более-менее средних размеров, там 4-5 мм, он тут застреет, и все. И приходится его вытаскивать, либо ждать, пока он выпадет оттуда трясти рукой и так далее. Поэтому могу сделать вывод, что данная форма трубки самой больше предназначена для песка. С песком таких проблем, конечно же, не возникнет. Либо для грунта очень-очень мелкого, не знаю, там 2-3 мм примерно. Конечно, мы сейчас попробуем посифонить, вы сами все увидите, как это будет выглядеть. Причем посифоним на разных видах грунта. Песка только у меня сейчас нет. И сами все увидите. Также стоит сказать то, что... Ну, в начале видео я уже говорил, что этот сифон GS-30. GS-30. Он рассчитан на литраж аквариума от 20 до 60. Также бывают этой же фирмы, тоже серии GS. Бывает еще GS-40. Он рассчитан на 50-200 литров. И еще есть один вариант, это GS-50. Он рассчитан на 50-400 литров. Кстати, прописывается это дело вот здесь вот внизу. Я не ошибся, что взял маленький сифон попробовать для себя понять, нужен мне такой сифон или нет. Потому что он меня, конечно же, как вы поняли, уже немного разочаровал. И вот еще хочу сказать то, что эти вот 50-400 литров, 50-200 литров GS-40, GS-50. Вот там как раз-таки вот эти вот крепежи пластиковые нужны. И здесь они до 60 литров вообще не актуальны. Вот эти крепежи выглядят как на картинке. И давай сейчас еще покажу. Ну, грубо говоря, вот так вот будет выглядеть, да, чтобы он стекал. 665 рублей, друзья мои, отдал за этот сифон. Пойдемте смотреть и пробовать сифон-игрунт. Посмотрите, как он работает. Вот так вот. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok